Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале English Galaxy. И у меня для вас отличная новость. Мы наконец-то с вами закончили 2500 английских слов. И здесь 25-я часть. Смотрите, если вам нужен весь курс только на английском языке, то он уже выложен на нашем втором канале English Professionally. Там обязательно смотрите. Очень полезно включать как фон все 2500 слов с примерами. Соответственно, в одном видео. Вы помните, что у нас было видео про English Words. Там было 2000 слов. Но вот в этом видео 2500 English Words. Все примеры новые. И плюс еще 500 слов с примерами. Обязательно посмотрите все ссылочки в описании. Мы с вами разбираем. Значит, видео там уже выложено. Наша задача просто перевести это на русский язык. В принципе, если вы поддержите идею, мы можем и то большое видео, или те большие видео. So, you know, 2000 English Words and 2500 English Words. So, we can translate it into English. Можем пересеть на английский язык. А здесь же мы сами переводим. И, соответственно, home. Дом. He went home. Он пошел домой. Мы помним с вами выражение go home. Мы знаем, что после go обычные предлоги. Там go to the cinema. Там пойти в кино. Там I went to the cinema. I went to the party. Я пошел на вечеринку. I went to the park. Я пошел в парк. Но вот go home. Видите, нет у нас никакого артикля. Далее. Military. Военные. Военный. There were military actions. Значит, были, соответственно, военные действия. Смотрите. Это конструкция there is, there are. Вы ее узнали. Только вы знаете, что there is, there are – это настоящее время. Во времени present simple. В последнее настоящее время. There was, there were – в прошедшем. Соответственно, there was – это единственное число. There were – множественное. Military actions – их много. Поэтому there were – military actions. Далее. Обратите внимание на произношение. How will you pronounce this word? Как вы произнесете это слово? Верно. Кто сказал horizon? Обязательно смотрите также на транскрипцию. Вот у нас и также на нашем втором канале English Professional мы обязательно пишем транскрипцию. Это очень важно. Horizon. Horizon переводится как горизонт, но и также в нашем значении это кругозор. Смотрите. It can broaden your horizons. Это может расширить ваш горизонт. Почему множественное число? В английском языке есть, соответственно, устойчивые фразы и выражения. Вы знаете, что у нас с вами есть также видео 1111. English phrases. Английских фраз. Посмотрите. Это видео очень полезно. Есть фраз, которые нужно просто запомнить. Вы должны запомнить, что это broaden your horizons. Окей? Good. Home page. Значит, home – это дом, печь страницы, домашняя страницы. Visit our home page. Посети нашу домашнюю страницу. Окей? Honest. To be honest. Значит, это honest – честный. То есть, переводится как откровенно говоря. I wasn't at the conference. Я не был на конференции. Помним. At the conference. На конференции. At the party. На вечеринке. At the airport. В рапорту. Смеминаем, куда используется предлог at. Окей? So, home. He went home. Military. There were military actions. Horizon. It can broaden your horizons. Home page. Visit our home page. Honest. To be honest, I wasn't at the conference. Смотрите, очень полезно включать это как фон, только английскую речь. Потом я, опять же, вам советую смотреть наши видео только на английском языке на нашем втором канале English Professional. Там обязательно смотрите, как вообще нужно работать. Вот вы здесь, допустим, поработали, перевели, потом учили на тот канал и включаете как фон. Вы можете делать какие-то другие дела, просто включать, что у вас английская речь все время крутилась, крутилась, и вы будете понимать все больше и больше. Но вы можете здесь сначала проработать, кто чувствует силу, так же там. Honestly. Так же, то есть, честно. Приверется, honestly. I took the first place. То есть, честно, я занял первое место. То есть, honestly. Я уверяюсь здесь. Honestly, I took the first place. Значит, помним фразы. Take the first place. Занимать первое место. Take the second place. И вообще, как вам данный формат? Также напишите, нравится ли вам разбор, уже когда не в процессе, а готовое что-то вам нравится или нет. So, ok. Good. Ok. So, sincere. Искренний. He is always sincere with his close friends. Он всегда искренний, искренен со своими close friends, своими близкими, друзьями. Close friends. Такая фраза. Далее. Sincerely. Искренне. It was said very sincerely. Это было сказано очень искренне. Very sincerely. И вы помните, что это за конструкция на самом деле. Эта конструкция в английском языке называется как passive voice. Ok. So, passive voice. Салетный залог во времени past simple. Во времени past simple. Ok. Passive voice. Видите, was, were. Плюс третья форма. Так как это было сказано кем-то. It was said. Very sincerely. Там это было сделано. It was done. Это было, соответственно, произведено. It was produced. Ok. So, frank. Frank – это синоним, в принципе, honest. Frank переводится как откровенный. Вы можете сказать to be honest. Или есть фразы-синоним. To be frank. To be frank. Да? А то же самое, откровенно говоря, в одном акте на уст-таки разговорные фразы. У нас есть действительно сборники разговорных фраз. На этом канале, на нашем втором канале международном. Ссылочка в описании. Обязательно. Вот такие фразы используйте. So, it makes your speech sound very natural. Значит, это заставляет вам звучать действительно естественно. Никогда просто it was, там, good. So, you need to, you know, use different words. Вам нужно использовать различные слова. You need to enlarge your vocabulary. Вам нужно расширить свой словарный запас. С этим мы говорим enlarge your vocabulary. Или также widen your vocabulary. Слово wide широкий или enrich your vocabulary. Обогатит твой словарный запас. Ok? Good. So, it was his achievement. Это было его достижение. Achieve – достигать. Achievement – достижение. Далее, frankly. То же самое, что, в принципе, honestly. Frankly – это же откровенное. И вот сразу такую фразу. Я еще помню со школы. Наша женщина все время говорила. Frankly speaking. Frankly speaking. And we, you know, and we use this phrase very often. Мы используем данную фразу очень часто. Frankly speaking. You know, honestly. To be honest. Ok? So, frankly speaking, it happened because of him. Значит, откровенно говоря, это произошло из-за. Ведь because of – это из-за. Frankly speaking, it happened because of him. Good. Ok, so, honestly. Honestly, I took the first place. Sincere. He is always sincere with his close friends. Sincerely. It was said very sincerely. Passive voice. Frank. To be frank, it was his achievement. Frankly. Frankly speaking, it happened because of him. Ok, next. Honey. Соответственно, мед. Do you like honey? Тебе нравится мед? Host. Значит, хозяин, соответственно. The host was very friendly. Значит, хозяин был очень дружелюбный. Friendly – дружелюбный. Unfriendly – наоборот, недружелюбный. Hostel. Общежитие. It's a student hostel. Значит, это студенческое общежитие. И даже смотрите, слово похоже по произношению. Hostile. Hostile означает враждебный. They are very hostile to this idea. Мы говорим hostile to. Ok? Враждебный к чему-либо. Там, к чему-то. They are very hostile to this idea. То есть, they don't support this idea. Они не поддерживают данную идею. Ok? Housewife. Значит, соответственно, домохозяйка. His mother is a housewife. Housewife. Его маму и домохозяйка. Honey. Do you like honey? Host. The host was very friendly. Hostel. It's a student hostel. Hostile. They are very hostile to this idea. Housewife. His mother is a housewife. Лалихак – это обнять. He hugged her in the end. Он обнял ее в конечном счете в конце. Лалихумит. Влажный. There was a humid climate. Значит, там был влажный климат. Humanity. Человечество. It's a crime against humanity. Значит, это преступление против человечества. It's a crime against humanity. Hunt. Охотиться. Do you like hunting? Тебе нравится охотиться? И hunter – это охотник. They hunted deer. В связи они охотятся за оленями. So, hug. Okay. He hugged her in the end. Humid. There was a humid climate. Humanity. It's a crime against humanity. Hunt. Do you like hunting? Hunter. They hunted deer. Okay. Ice – лед. He fell on the ice. Значит, он упал на лед. На льду, да? Ice cream – мороженое. She ate an ice cream. Значит, она съела мороженое. Ice – покрытое льдом. There were only icy roads. Там были только, опять же, дороги, покрытые льдом. Конструкции, видите, there is, there are. В прошлом времени это there were. There were only icy roads. Good. So, ice skating. Знаешь, кстати, на кантане на льду. На коньках. So, do you like ice skating? So, do you like ice skating? Identify. 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 We need to identify this problem. Нам нужно идентифицировать эту проблему. То есть, определить эту проблему. Identification. Значит, удостоверение. So, this is my identification card. Это мое удостоверение личности. Далее, смотрите, обратите внимание на произношение. How will you pronounce it? Как вы это произнесете? Identical. Идентичный. They look identical. Значит, они выглядят идентично. Далее. Identity. Личность. They were trying to establish his identity. Значит, они пытались establish, это установить, установить его личность. Видите, past continuous. Смотрите, наши плейлисты также по временам. They were trying to establish his identity. У нас тоже есть, на самом деле, полезное видео. So, 12 English tenses with examples. Это видео на английском языке. So, 12 English tenses with examples. Or all English tenses with examples. I think that this video is really worth watching. Okay? Стоит посмотреть. Improvement. Улучшение от глагола improve. So, he showed a radical improvement. Значит, он показал радикальное улучшение. То есть, очень большое. A great improvement. Importance. Важность. I see the importance of this deal. Значит, я вижу важность этой сделки, этого дела. Okay? Inch. Dюйм. It's two inches. Это два дюйма. Incredibly. Невероятно. Познаем слово incredible невероятно. Там incredible невероятно. Incredibly – это невероятно. He is getting incredibly popular. Он становится невероятно популярным. He is getting incredibly popular. Okay? Good. Indeed. Соответственно, ну, я считаю, что самое главное просто делать свое дело. А дальше уже, если оно хорошее, то уже что-то хорошее придет. Догнаться не за результатом, а за качеством. So, quality is in the first place. Indeed. You are right, indeed. Ты прав в самом деле. You are right, indeed. Indoor. Значит, это что-то происходящее внутри. There was – что-то находящееся внутри. There was an indoor swimming pool. Там был, соответственно, внутренний бассейн. Indoor – это внутри. То есть, indoor. Видите, управляется перед каким-то существительным, какой-то фразой. Indoor – это просто внутри. Дальше уже фраза никакая не идет. They are waiting for you indoors. Они ждут тебя внутри. Or inside. Outdoor – это снаружи. Опять же, используется перед существительным, без какой-то фразы. Видите, I like outdoor activities. Значит, мне нравятся занятия, которые проходят, собственно, не в здании, а снаружи, на воздухе или так далее. I like outdoor activities. И outdoors – это значит снаружи, за пределами, да, помещения. He is waiting for you outdoors. Он ждет тебя снаружи. То есть, видите, если здесь уже не идет ничего, то просто as – outdoors, indoors. Далее. Ingredient. This ingredient is very important. Этот ингредиент очень важный. Infection. The infection spread very fast. Инфекция распространилась очень быстро. Это неправильный глагол. Spread, spread, spread. Смотрим также наше видео по неправильным глаголам. Okay. Influence. Влиять. И influence – это влияние. Здесь многие студенты. I know that students often make mistakes. Yeah. While using this word. Ставим, как они используют данное слово. It influenced him greatly. Это действительно повлияло на него очень сильно. Я помню, что у нас был тест как раз в седьмом классе в нашей школе. И там было такое задание. Нужно было выбрать influenced him или influenced on him. И многие почему-то выбрали influenced on. Потому что в русском языке это повлияет на кого-то, на что-то он. Но в английском языке он не нужно. Просто influence someone – повлиять на кого-то. Or influence something – повлиять на что-то. It influenced him greatly. Please remember this very important rule. Пожалуйста, запомните это очень важное правило. Okay. So, ink – чернила. So, the rank – the red ink was used for contrast. Значит, соответственно, красные чернила были использованы для контраста. Чтобы показать контраст. Innovation – инновация. It was a great innovation. Это была очень хорошая, прекрасная инновация. Great means very good. Okay. Innovative – инновационные. So, he uses innovative methods. Он использует инновационные методы. Initial – значит, первоначальный. Initial offer, initial capital. It was his initial offer. Okay. So, inquire – значит, запросить, поинтересоваться. Это sounds formal. Это звучит формально. She inquired about her essay. То есть, она поинтересовалась по поводу своего эссе. Далее. Inquiry – это запрос. Okay. They received an inquiry. То есть, они получили запрос, обращение. Instinct. Instinct. She followed her instincts. Она последовала своим инстинктом. Intellectual. Интеллектуальный. It's their intellectual property. Это их интеллектуальная собственность. Property. Intellectual property. Intelligent. He's a very intelligent person. Он очень интеллигентный человек. Интеллигентный. Инsect – насекомое. She was attacked by the insects. Значит, соответственно, ее атаковали насекомые. Это passive voice. Видите, was. Плюс третья форма. И также кем-то – это by. She was attacked by the insects. Good. Okay. Next. Mosquito. There were so many mosquitoes. Значит, там было очень много комаров. На самом деле, если вы хотите чисто английскую речь, то есть, без русского перевода, опять же, я советую, посмотрите вам это на втором канале. Там все есть 2000 слов с примерами. Плюс есть новые примеры. Очень важно, чтобы было много новых примеров. 2500. English words. Обязательно включайте это как фон. Insist. She insists on doing it. Она настаивает на том, чтобы сделать это. Запомните. Insist on doing something. Настаивает на чем-то. Insist on something or insist on doing something. For example, I insist. Я настаиваю на том. I insist on respecting other people's rights. Я настаиваю на том, чтобы облажать права других людей. I... Yeah? Okay. Install. Install the program. То есть, инсталируйте. Или по-другому set up. Install the program. Инсталируйте программу. Installation. Инсталляция. The installation is in progress. Инсталляция в процессе. Instead. Вместо. I will be there instead of her. Я буду там вместо нее. Invite. Приглашать. I'll invite her to the party. Я приглашаю на вечеринку. И на самом деле, когда вот... Ну, кстати, это из опыта занятий со студентами. Я думаю, многие студенты, с которыми я занимался и занимаюсь, также знают, да, что invite... Многие спрашивают студенты, да, вот особенно в начале. Вот после invite какой предлог? То есть, вот они говорят invite, и дальше почему-то все делают... Когда вот такой speaking идет, то есть разговорный. Дальше почему-то все делают паузы. Я не знаю почему. Почему, смотрите, и там... Sorry, invite for... Sorry, what preposition? Какой предлог? So... And you need to remember. Вам нужно запомнить invite to. Okay? I invited him to the party. I invited him, you know, to the conference, на конференции и так далее. I'll invite you to the party. Next. Invitation. Значит, соответственно, приглашение. She turned down his invitation. Вспоминаем фразовые глаголы и наше видео по фразам глаголам, в том числе... 250 phrasal verbs. Okay? Turn down означает отклонить. She turned down his invitation. Okay? She said no, I won't go there. Okay? So, refuse. Отказаться. He refused to help them. Он отказался помочь them. He refused to help them. Refusal. Это отказ. We were surprised by his refusal. Мы были удивлены его отказом. Hospitable. Гостеприимный. The host was very hospitable. Значит, хозяин был очень, интересно, гостеприимный. Involve. Подразумевает. It involves lots of hard work. Значит, это включает в себя, да, это подразумевает очень много усердной работы. It involves lots of hard work. Imply. Это, в принципе, синоним mean. То есть, мы говорим, it means, это означает, или it implies. There is a lot to be done. Значит, есть очень много. There is a lot, что нужно сделать. To be done. Такая фраза. There is a lot to be done. Iron. Гладить. She needs to iron her things. Ей нужно погладить свои вещи. Ironing – это глажка. She was doing the ironing. Она занималась глажкой, да, если так можно выразиться. Island. Остров. They live on this island, да. На острове – это on. They live on this island. Good. So, isolate – изолировать. Will it isolate them from the outside world? Это их изолирует, достаточно, от внешнего мира. Will it isolate them from the outside world? Isolated. Изолировано. He feels isolated. Значит, он чувствует себя изолированным. Jar. Значит, банка. He brought a jar of jam. Вот такое значение. Также имеет. Значит, он принес, собственно, банку с джем. A jar of jam. Jewelry. Драгоценности. She wears very expensive jewelry. Она носит очень дорогие украшения. Jewelry. Jogging. Соответственно, пробежка. Jogging. И многие там говорят, как там. Там тоже самое. Когда в разговорной речи студенты говорят. Там. Окей, я пошел на пробежку. Там. I jogged. It sounds very clumsy. Это выглядит очень неуклюже. So, you need to remember this phrase. Go jogging. Слезает студентам, говорю. So, go jogging. And you say. I go jogging. I often go jogging. I go jogging twice a week. I went jogging. Значит, я пошел на пробежку. И так далее. Joy. They experienced a feeling of joy. Они испытали чувство радости. Jungle. Do you like the jungle book? Kangaroo. Where do kangaroos live? Значит, соответственно, где живут кенгуру? Do you know it? King. Увлекаться. Are you king on music? Значит, king on увлекаться. Далее. Monarch. Это монарх. He was a very wise monarch. Он был очень мудрым монархом. Kingdom. Соответственно, королевство. It's in the United Kingdom of Great Britain. Это снялым королевство Великобритания. Окей. So. Keyboard. Клавиатура. He bought a new keyboard. Maybe I need to buy a new keyboard, too. Окей. So. Ударить. He kicked the ball. Он ударил мяч. Пнул мяч ногой. He kicked the ball. Kitten. Котенок. Is it your kitten? Это твой котенок. Label. Соответственно, ярлык. Там этикетка. They removed the label. Они убрали эту этикетку. Оторвали. They removed. Окей. Значит, labor. Это труд. They used manual labor. Они использовали ручной труд. Laboratory. Laboratory. He has his own laboratory. У него, соответственно, своя собственная лаборатория. И теперь для любителей мяса, или про что вы знали. Это lamb. Да, соответственно, ягненок. Да? Мясо ягненка. И pork. Свинины. Любит lamb or pork. Landscape. Пейзаж. There was such a beautiful landscape. Это был такой красивый пейзаж. There was such a beautiful landscape. Good. Okay. Lately. Недавно. Okay. Та же студентам меня часто спрашивают. Okay. So, they can say недавно. So, if it's in past simple. You see, in past simple, they say not a long time ago. So, it happened not a long time ago. А, как сказать, недавно, там, в последнее время. So, it's a very common question. Очень частый вопрос. We say lately or recently. Okay. So, I haven't seen her lately. Or recently, I haven't seen her recently. Недавно. Да, я не видел ее в последнее время. Давно уже не вижу, да? Lay. He laid it on the bed. Он положил это на кровать. Reading. Чтение. You need to improve your reading skills. И нужно улучшить, соответственно, наши навыки чтения. And I also think you need to improve your speaking skills. И действительно, у нас, вот, вы можете это все прослушать как фон. Даже здесь очень полезное видео. Я вам уже говорил. 1111 English Phrases. Там специально все сделано с паузами. Вы можете как раз повторять. Там специально паузы выдержаны. И leadership. Лидерство. She has leadership qualities. У нее есть лидерские качества. Лидерство. 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 Мы видели падающие листья. Трансформ. Трансформирует. How will you transform this equation? Как ты трансформируешь, преобразуешь данное уравнение equation? Трансформation. We saw the transformation of the company. Мы видели преобразование компании. Лиг. Лига. We were in the first league. Мы были в первой лиге. Okay. So really, that's true. Okay. I remember the time. Я помню время, when I was playing chess, когда играл в шахматы. In the first league. В первой лиге. And high. И даже выше. Lean. He lent forward. Он наклонился вперед. He lent forward. It was the best lecture in my life. Это была самая лучшая лекция в моей жизни. Legend. Легенда. Where did you hear this legend? Где ты слышал эту легенду? Laminate. Bring me some laminate. Привези мне немножко лимонады. Legislation. Законодательство. We often hear this word in the news. So is this legislation perfect? Это законодательство совершенное. И lower. Соответственно, понизить, уменьшить. Lower. Это низкий. Lower. Это глагол. So will the voting age be lowered? Это passive voice. Future simple. Посмотрите наше видео как раз по грамматике в наших плейлистах. Обязательно смотрите наши плейлисты. Это вам очень поможет, я так думаю. Will the voting age. Соответственно, возраст, когда уже можно голосовать. Be lowered. Будет ли он уменьшен? И смотрите, я специально не делаю повторения, потому что я вам всего этого видео, потому что я вам рекомендую обязательно посмотреть именно все видео 2500 English Words with Examples. Просто я думаю, если вы это не сделаете, вы много потеряете. Я думаю, есть также те, кто уже успели оценить вот это видео и другие видео. Окей, thanks for your support. I really need it. So, and we'll go on. Мы с вами продолжим only with your support. Only with your support. Окей? Thanks a lot. See you.